Здравствуйте, приветствую всех на своем канале. И в этот раз я снимаю видео о заказе Avon по каталогу 5.2014. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Начать хочу с того, что у меня уже приличное время не было на YouTube. В общем, здесь такие были небольшие проблемы со здоровьем и так далее. Но сейчас я снова с вами. И давайте начнем. Начать я хочу с того, что в последний момент все себе назаказывала. И уже в шестом каталоге решила брать себе совсем немножко. Ну, начну я с того, что мне дошло, того, что не было в тот раз. Это CC-крем. Наверное, знают, что я его беру. Оттеночек Ivory. И что я могу про него сказать? Во-первых, он очень сложно ложиться, вернее, ложится там нормально. Но он потом сложно распределяется на увлажняющий крема. То есть нужно быть с этим аккуратней. На мой крем, который у меня был раньше, хорошо ложился на гарнир. Но у меня потом с ним произошли проблемы. Пришлось пользоваться другими кремами. И на них он ложится мне не нравится как. Он как будто весь скатывается. Его нужно долго ждать. Очень долго, более часа-двух, пока тот крем высохнет обычный. И только потом наносить вот этот CC-крем. Но по цвету он мне подошел. Дальше буду пробовать, конечно. Экспериментировать. Сейчас я вам покажу. Он такой светленький вообще. Маскирует он, в принципе, неплохо. Сейчас распределю. Вот, с моей кожей хорошо совпадает. То есть вот его и не видно уже практически. Вот у меня здесь был крем для рук. И что мы видим? Что да, вот тоже немножко как будто бы он скатывается. Но на крем для рук еще не так, как на крем для лица. Ну, в принципе, хороший крем. По оттенку подошел. Буду думать дальше, как его использовать. Могу его посоветовать на какие-то более плотные, не увлажняющие крема. И которые, наверное, все-таки быстро сохнут. Следующее, что было у меня в заказике. Покажу тогда сразу уход. У меня было немножко ухода. В последний момент решила заказать себе такой скраб. Подружка взяла аж две штуки. Я тоже думаю, что это она берет, я тоже возьму себе. Обалденный скраб. Один раз я уже с ним мылась. Хорошо он отшелушивает. В точности такой же по действию, как скраб ваниль у меня был. Это шоколад. Он увлажняющий. На самом деле кожу не царапает. Частички там очень мелкие. Вот выглядит он как крем. Вот так вот. И когда мы его распределяем, вот здесь появляются скрабинки. Эти скрабинки, они не царапают кожу, но они довольно заметные. Поэтому, в принципе, вот так я распределила. В принципе, неплохо им скрабировать кожу. И она не травмируется, что мне нравится. Довольно он этот скраб щадящий. Получается аромат просто обалденный. Мне очень понравился аромат. Для меня пахнет рисками, молочным шоколадом. В общем, классный запах. Могу этот скраб посоветовать. И со своей задачей скрабирования, как я уже сказала, он справляется довольно неплохо. Следующее, что я взяла, это был крем для ног с лавандой. Очень по хорошей цене. Он был 99 рублей. Это ухаживающий ночной крем для стоп лаванды. 150 мл здесь. Большой объем. Пока пользовалась им только один раз. И сложно сказать, на самом деле, как он мне. Вот так он выглядит. Насыщенно фиолетового цвета. Обалденно приятный у него аромат. Мне понравился. Такой же, как у маски. Маска у меня есть. Пока не поняла, как ей пользоваться. Но крем мне понравился. Сейчас покажу его консистенцию. Такой довольно легкий. И распределяется он тоже просто вообще легко. Остается приятный аромат лаванды. Неплохо увлажняет и питает. В принципе, крем мне понравился. Буду дальше пользоваться. Посмотрю, какой у него будет эффект. Следующая все-таки соблазнилась и решила заказать себе из ухода. Вот такой вот кремик. Это новинка. Крем с морковью. И подсолнечником. Очень интересный. Конечно, эти крема идут без защитной пленки. Даже вот здесь в крышечке вот столько. И вот столько вот здесь было. Аромат приятный. Для меня именно морковью пахнет. То есть подсолнечника запах я не чувствую. Он такой оранжево-желтый. Тоже довольно он легкий. Сейчас покажу, какой у него. Вот такой вот он. И такой вот он легкий. Нежный, приятный. К лицу. Какого-то особого эффекта я от него пока не замечаю. Хотя пользовалась я им уже несколько раз. Быстро он очень впитывается. Увлажняет. Неплохо питает. То есть в принципе крем хороший. Его я взяла как в дополнение к уходу для лица. То есть не как постоянный уход. А как в дополнение. И для разнообразия. Аромат очень приятный. Морковки. В общем мне этот крем понравился. Тоже как для разнообразия могу его посоветовать. И раздражения ничего пока никакого нет. Но там будем дальше смотреть как он себя поведет. Следующее, что я заказала тоже это из ухода. Вот такая вот маска гель для кожи вокруг глаз. С экстрактом черной икры. Роскошное обновление. Хотела я себе что-то для глаз заказать. И решила вот такой вот кремик. Тем более он стоил всего лишь 100 рублей в каталоге. И как же мне было его не взять. Аромат на страничке мне не понравился. Здесь более-менее. Носик такой обычный. Сам крем такой перламутровый. Сейчас покажу вам его текстуру. Вот такой перламутровый, красивый. Распределяется он хорошо. Немного так как охлаждает. В принципе пользовалась я ему уже несколько раз. Эффект я пока особо никакой не заметила. Буду пробовать его дальше. Возможно более подробно буду о нем рассказывать в пустых баночках. Но пока неплохой крем у меня все устраивает. Следующая тоже была декоративная косметика. Здесь я решила взять себе два лака. У меня был лак гелевый. Наверное вы знаете зелененький. И вот я решила взять себе еще два оттенка. Пока на ногтях я их не пробовала. Но зеленый у меня продержался три дня где-то примерно. Но со сколами. Вот в общем как обычный лак. Но в один слой. И вот такие вот два лака я заказала. Вам показать. Решила их на ромашке. Как они выглядят в один слой. Начну вот с такого розового. Это у меня оттенок яркий такой. На лето и весну я его брала. Так. Сейчас я вам скажу точно как он называется этот оттеночек. Это розовое мороженое. Perfect Pink. Так смотрится. В нем есть небольшие блестки. Он немножко такой блестящий. И за счет этого все равно как бы выглядит он все-таки в конце глянцево. Вот он первый. Вот в один слой он так выглядит. В принципе мне понравилось. Прилично смотрится. И не совсем уж такая яркая фуксия. А он больше как малиновый этот цвет. Мне показалось. Хотя я думала что будет ярко-розовым. В общем красивый лак мне понравился. Пока не пользовалась. И вот такой вот лак как более повседневный что ли. Это у нас чудо оттенок. Мавлоус. Вот такой вот он оттеночек. Надеюсь там будет видно хоть что-то. Сейчас я вам ромашки покажу. Он у меня в принципе рядом с этим лаком. Немного похуже он ложится в один слой. Но тоже неплохо. Довольно прилично. В нем уже блесток нет совсем никаких. В этом вот оттенке. Так. Следующее что я наконец-то купила. Давно хотела помадку Совершенство. Вот такая вот она. Это помада. У меня оттенок Warm Honey. Теплый мед. Вот так она выглядит эта помада. Оттеночек просто для меня очень подходящий. Также пахнет сладко. Как и в пробнике. И цвет такой рыжеватый, коричневатый. В общем на губах смотрится красиво. Вот такая вот помадка. Брюнетка мне кажется очень даже и подойдет этот цвет. Он универсальный. Подходит подо все. И не сильно яркий. И не сильно он светлый. В общем классный цвет. Цвет губ перекрывает. Мне кажется подойдет и для дневного и для ночного макияжа. По ощущениям помада комфортная. Хорошо увлажняет, питает. И держится она примерно 2 часа. В общем помадка классная. Могу и посоветовать. И последнее что я приобрела уже в последний момент. Это были тени. Все-таки соблазнилась я на покупку вот таких вот тройных теней. Новинки тоже из Эйвенг по-моему четвертого или третьего. Не помню точно каталога. В общем это тройные тени. У меня это оттеночек сладкая слива. Sweet Hot Plum. Так значит вот здесь вот так вот. Сзади спереди вот такая вот палетка. О минусах сразу скажу. Спонжик мне не очень понравился. Ну такой обычный. Не понравилась упаковка, что здесь теней как будто бы меньше. И нет зеркала. О плюсах. Ну сами тени в принципе больше как плюс. На них были такие блестки в общем. Сейчас я вам сделаю сводчи. Вот этот вот самый темный оттеночек. Такой бордово-фиолетовый. Смотрится на глазах он бордовым. И очень мне напомнил карандаш сахарная слива по-моему есть. Как раз подойдет я думаю под него. Следующий оттенок средний. Вот такой вот тут блестящий фиолетовый золотой. И разницы на веках на самом деле не очень видно между этими оттенками. Но сейчас в принципе у меня на глазах как раз вот эти два оттенка. Не сказала бы я, что они сильно отличаются. И вот этот самый светленький тоже с блестками идет. Такой телесно-сиренево-белый какой-то. В общем сложный цвет. Он тоже с блестками под бровь. В общем тени держатся прилично. И вот эти блестки. Не сказала бы я, что они сильно осыпаются. Вот так вот выглядят сводчи. В общем хорошие тени на самом деле. Наносить их удобно. Но вот эта вот упаковка сама и как бы минус такой. Хотя они стоят столько же, сколько четверки. Но четверки там поудобнее все-таки я считаю. Потому что там есть зеркало и можно в любой момент подправить. И спонжик там даже как-то и поприличней. И сама упаковка там более не такая хлипкая. То есть там упаковка у меня и падала и все. Но я думаю, если эти тени упадут, то все. То уже я с ними попрощаюсь. Вот такой вот был мой заказик. Большой довольно заказ у меня получился в этот раз. В следующий раз наверняка будет меньше. Даже не знаю буду ли я там снимать отдельное видео. Но наверное как всегда буду. Всем спасибо за внимание. Возможно будут еще какие-то видео. До новых встреч.